Как принять одиночество? Его не видно, как мужа. Его не видно, как мужа. Кого его не видно, не понять. Одиночество принимать не надо. Душа не может жить одна, особенно в женском теле. Одиночество никогда, ни в коем случае не нужно принимать. Если женщина не может выйти замуж, это означает, что она не прошла путь к замужеству. К замужеству существует путь определенный. Сейчас я вам этот путь расскажу, женщины. Он простой этот путь, как пять копеек. Смотрите, первый этап этого пути – возвышение себя в нормальное общество. Нормальное общество – это религиозное общество, где есть совесть. В бесновестном обществе невозможно выйти замуж. Потому что там мужики чем интересуются? Просто телом женщины. Они просто его эксплуатируют. Если у вас нет такой силы женской, чтобы мужика, который эксплуатирует вас, привязать совсем, некоторые женщины могут иметь такую силу. И они привязывают на несколько лет мужика своими чарами. А некоторые не имеют такой силы. Они привязывают его там на пару дней. И не могут выйти замуж. Ну, какая разница, на пять лет ты привязал или на пару дней. Все равно это все временно. В этом бессовестном, безрелигиозном обществе не существует возможности быть вместе. Люди, даже которые живут вместе, но они не живут для Бога, они просто живут, делая вид, что они вместе. Они на самом деле разобщены. Я уже вам это объяснял. Итак, смотрите, первое, что нужно сделать, нужно развивать себя как личность. Нужно почувствовать отношения со святостью, с чистотой, найти свою веру, найти своего наставника. Дальше, следующий этап, смотрите, какой интересный. Когда женщина так начинает себя вести, она становится женщиной. Допустим, она целыми днями работала, как ишак. Она начинает чувствовать с женщиной себя, когда начинает молиться Богу, и она расслабляется. Ей уже не хочет так много работать, у нее появляются женские интересы. Параллельно с этим, когда человек входит в духовное общество, он начинает строить отношения, близкие уже с людьми. Женщина, когда она находится в семье духовной, она одинокий человек или нет? Почему женщина одинокий человек? Потому что она живет в одиноком обществе, обществе волков. Понимаете, нет? Когда женщина начинает общаться с духовной средой, она уже не одинокая, у ней уже есть близкие отношения. И сначала надо устанавливать близкие отношения с женщинами. Не с мужиками, а с женщинами. Надо с ними дружить, особенно с теми, у кого есть мужья. Потому что когда женщина с замужними женщинами дружит, тогда она перенимает вот это настроение, она от них чувствует, как быть замужем. Она чувствует эту энергию, как стать замужем. Вот она перенимает этот опыт. То есть она уже не одинока в этот момент. И она начинает служить своими отношениями, то есть начинает женскую энергию вырабатывать. Есть два типа женской энергии. Один тип женской энергии – это привлекательность, которая приводит к сексу. А другой вид женской энергии – это привлекательность, которая приводит замуж. И это два противоположных вида привлекательности, мои хорошие. Два противоположных. Привлекательность, которая приводит замуж, имеет глубокую и скромную природу. А привлекательность, которая приводит к сексу, имеет навязчивую, наглую и бесстыжую природу. Пытайтесь это понять Это разные вещи совершенно Когда женщина становится привлекательной с точки зрения духовной Она уже готова выйти замуж И она именно выходит замуж за того, который достоин И сразу понимание приходит, почему раньше я не выходила замуж Потому что дура, мучиться будешь Поэтому Бог тебе не дает такого же дурака Люди не могут в страсти, которая находится не в благости Они не могут быть вместе, потому что трудно так жить вместе Люди вместе могут жить, когда они к этому готовы становятся Человек развивается, женщина развивается как личность Она получается и развитого человека И те женщины, которые не могут выйти замуж Они благословлены Богом на самом деле Они прокляты Потому что им просто Бог дает возможность развиться И найти себе нормального человека И все, не мучиться Но те, которые вышли замуж, тоже хорошо Надо вместе развиваться теперь Нет проблем Итак, третья стадия Знаете какая? Сначала женщина живет в жажде Она хочет замуж И она не может ничего делать, не жить Она в жажде в это живет Чтобы эту жажду потушить Она просто пашет, как и шаг Работает очень много Вот потом, когда она развивает в себе веру Тогда постепенно она расслабляется Чем больше в жизни Бога, тем меньше напряжения Женщина расслабляется, так много работать уже не хочется Она меняет работу Начинает жить поспокойнее И входит в религиозные отношения Начинает служить где-то Заботится там В храме где-то и так далее Помогает То есть у нее такие отношения возникают Близкие люди появляются Которые о ней заботятся У ней появляется чувство очень Защищенности глубокое такое Она чувствует себя защищенной И успокаивается Вот тот момент, когда она полностью успокаивается И уже она чувствует Ну, замужем буду, не буду Как-то уже не так важно В этот момент она становится привлекательной Потому что женщина становится привлекательной Когда она самодостаточна Когда она сильно хочет замуж Она выглядит очень печально Девушка, очень печально выглядит Ой, ты дурочка моя, труба дурочка Да чего же исхудала фигурочка Я заботами тебя охвачу Ничего я не хочу Чувствуете, да? Мужчины? Ну, давайте проверим Вот смотрите, допустим Вы замужем, нет? Да Кто не замужем? Хорошо Давайте на первом ряду Вот такой вот мужчина, допустим Вот давай Очень в вас нуждается Ну, готов даже На колени встать перед вами Нуждается очень Замуж пойдете, нет? Нет Даже одна останетесь Видите как? Даже одна готова остаться Не хочет выходить за такого Субтитры сделал DimaTorzok